Привет всем подписчикам моего канала! Друзья, давно не получал посылки, не распаковывал. Тут пришло целых две. Честно сказать, плохо помню, что я там заказывал с аукционов. Одну точнее помню, вторую нет. Так что сейчас будем с вами вместе распаковывать. Посмотрим, что же мне там прислали. Так. Какой-то кубик. Что-то в кубе. Что же я мог заказать? На Авиолете периодически покупаю разные вещи. И забираю их буквально в последние дни. Когда почта уже пишет, что придите, иначе у вас будет платное хранение. Ну, сейчас запаковано довольно прикольно. Что же там лежит? Может, часы какие-нибудь? Не помню вообще, что я мог купить. Давай туда слоим. Кстати, нормально, запаковали. Какая-то коробочка. Вот. Пупырки. Какая-то прям, может, монета. Вот я знаю, что в таких коробках у нас монеты обычно. Хотя нет, здесь какая-то коробка не НБУшная. Не действительно. Какая-то монета. Аааа, ребята, это медаль. Блин, класс. Я вспомнил. Это медаль. Это медаль от человека, кстати, у которого несколько таких медалей есть. Посвященная национальному банку. Сейчас я покажу более конкретно. Так, это медаль. Смотрите, офигенный какой прямо к ней здоровенный, очень красивый такой коробочек. И сама медаль довольно большая. Блин, она просто шикарно выглядит. Зацените. Нарисована гривна киевского типа. Ну, не нарисована, а чеканина. Символ монетно-банкнотного двора. Очень красивый. Просто потрясающе. Так. Право, друг, ваты, грощи. Так, одна из главных знаков державности. Надпись такая. 2008 год. 10 лет монетному двору. И мы видим здесь также у нас размещены монеты, кстати, которых уже в обороте-то и нет. 2 копейки. Там копейка у нас, да, 25. Вот. И гривна старого образца. Довольно прикольно. Имеет такую, кстати, медаль, на которой завержены деньги, которых уже у нас, которые перестали чеканить. Я обязательно в описании укажу ссылочку, контакт продавца, у которого данную медаль я покупал. Что-то я забыл вообще про нее. Блин, очень она красиво выглядит. Она получается... Ну, и она не драгоценный металл у нее. Я напишу сейчас внизу, из чего она состоит. И тираж. Выглядит просто бомбезно. Блин, мне безумно хочется ее открыть. Давайте посмотрим. У нас даже гуртовая надпись на ней есть. Монетный двор. Банкнотная... Ух ты! Банкнотно-монетный двор Украины, наверное, надпись. Блин, потрясающе просто выглядит. Давайте откроем. Все-таки я не могу сдержать себя. Монета, конечно, не серебра, не золото. Но все равно я хочу себя открыть. Оставлю ее себе в коллекции. Так, вообще, еле открыл. Вот так вот выглядит данная медаль. Блин, очень-очень круто. Вообще, у меня есть небольшая коллекция медалей. Вообще, Луганского станкостроительного завода. И это уже Национальным банком дело. Давайте передостанем ее. Она просто шикарная. Она здоровенная. И она, кстати, недорого стоит. Если покупать ее, довольно-довольно бюджетно. И выглядит очень внушительно и прикольно. Особенно, вот гляньте, какие шрифты. 10 лет монетному двору. Ну, очень красивая. И калина. Мы можем посмотреть. Ягоды калины у нас. Рисунок изображен. Ну, довольно прикольно. Вообще, очень. Я, на самом деле, даже приятно удивлен, как она выглядит. На картинке я по одному видел ее. В живьем она такая, причем довольно тяжелая. К сожалению, видите, к ней нет никакого сертификата. И не знаю, родной ли этот коробок. Но, может быть, даже родной. Еле открыл вообще капсулу. Так, очень плотненько капсула прилягает. Очень плотно закрывает. Вот мы можем посмотреть, да. Ну, вообще, я, честно сказать, доволен. Доволен данной медалью. Оставлю ее себе. И кто интересуется медалями, либо кто хотел бы вот такую конкретную медаль иметь себе в коллекции, оставьте, я контакты оставлю внизу в описании. Блин, вообще обалденно. Надо же было забыть про такую прикольную посылку. И она ведь была упакована еще и в коробочку. Где я делал коробку, где-то выбросил. Ну, короче, прикольно очень смотрится. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь я уже, здесь я, по крайней мере, помню, что я заказывал. Вот. Что это было. Это альбом, коллекционный альбом для разных, абсолютно разных, разных вещей. Что можно у него складывать с листами. Давайте посмотрим, что тут за листы. Под разные варианты, под разные форматы. Это могут быть и значки, это могут быть и монеты, обиходные. Я думаю, можно даже в каком-то формате юбилейные, прям в капсулах тут размещать. Вот такие, ну, качество нормальное, обычное. То есть, я не могу сказать, что там супер, оно все тиснение в коже и так далее. То есть, обычное. Прикольно, что с нашим гербом. Вот так вот сделана коллекция, написано. Ух ты, гляньте, как сбоку написано. Прикольно поставить на полку. Это от канала Magic Money. Ребята, подписывайтесь на канал, тоже переходите. Будет ссылочка в описании. Классные обзоры, классные альбомы выпускает создатель данного канала. Так, что еще можно по листам тут рассказать? По листам можно рассказать, что абсолютно разный формат этих листов. Это под монетки, обиходка. Я собираю, в принципе, в холдерах. Ух ты, тут вообще под какие-то супер маленькие, не знаю, у меня, наверное, даже таких монет-то и нет. О, это поинтереснее. У нас большие листы, можно использовать под наборы. Да, то есть, какие-то вкладывать, например, я для примера взял такую штуку померить. Интересно, как оно будет помещаться. А как оно помещается? Сейчас глянем, где тут... Ага, с этой стороны нужно будет размещать. А давайте попробуем разместить. Поместится ли вот такая вот у нас монета в буклете? Непосредственно вот в этот сразу лист или не поместится? Кстати, видите, обычно вход либо сверху, либо... Ну да, сверху, а здесь вот так вот, с той стороны, там, где крепятся зажимы. Так, ну что, пока месть, все не очень... Простите, так вот, пока... Все наживо делаем, и, как видите, да, какие-то бока могут происходить. Так, ну что, пока месть, вижу, что помещается. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы не совсем развалился данный лист. Вообще помещается. То есть, конкретно данные, данная монета... Правда, монета криво там стоит, находится, но она может, думаю, разворачиваться от тряски и так далее. То есть, для хранения конкретно этот лист, для хранения, например, данной, данного буклета подходит. У меня, кстати, их два даже. Я могу себе разместить вот так вот два формата. Один брал для себя, другой на обмен. Чем интересна эта монета? Потому что это первая монета из серии Украины космической. Я, конечно, хочу верить, что у нас какие-то будут проекты, связанные с космосом, и будут появляться еще монеты, связанные с этой тематикой. Но я не уверен, что это в ближайшее время, потому что у Украины сейчас много других задач, много других проблем экономических, политических. Ну, короче, Украина космическая это первая монета из этой серии. Так что будем надеяться, что в будущем что-то еще у нас точно произойдет. И данная монета с буклетом появляется, вот, и отлично размещается в данном альбоме. Вторую тоже размещу сюда. Че дальше? Это у нас под... Блин, это вообще, я не знаю, под что. Такие здоровенные. Наверное, под какие-то... Я видел монеты в вертикальных таких холдерах. Даже не знаю. Возможно, есть. У меня даже в коллекции ничего такого нет. Может, марки какие-то? Не, марки точно нет. Вот это под значки можно размещать. Какие-то ордена, например, можно. Хотя они никак не крепятся. Сложно мне сказать. И тут сверху это все дело. Ага, сверху. Так. Это супер узкие. Ну, блин, даже не знаю. Снизу, да, как-то... Тут как-то странно. Видите, оно находится, что снизу они могут выпадать. Кстати, да. Я думал, данную папку под какие-то буклеты использовать, да. Чтобы можно было, например, буклет размещать. Но для этого нужны, наверное, другие листы. То есть, в данном случае, ни один из листов, который здесь, не подходит. Вообще, мне не совсем понятно вот конкретно предназначение вот этих листов, которые снизу. Ну, потому что, если альбом... А, мы можем... А, ну да. Еще я гоню. Мы можем уже перенести. У нас все правильно будет. Просто она размещена не так. И сюда какие-то узкие, узкие вещи размещать. Ну, что там могут быть? Это могут быть купонокарбованцы. Спокойно сюда размещаются. Украинские. Они как раз тоненькие, маленькие. От одного, думаю, даже миллион спокойно станет. То есть, это банкноты. Банкноты побольше. Такие, как гривни украинские. Сюда вряд ли поместятся, либо будут выглядывать. Так что, только-только что-то маленькое. Так, значит, это для банкнот. Это вообще, не знаю, ребят, напишите, что можно запихнуть в такой вот размер. Я очистка тогда... Посмотреть, да? Посмотреть живьем, понять, какое качество листов. И понять, что размещать. Как думаете, что можно разместить? Так. Это у нас вертикальный. Такого ничего нет. Кажется, я даже догадываюсь, какие монеты могут быть. Но если что, пишите. Это просто какая-то, может, обиходка. Может, это заграничные монетки маленькие. Оболы, да, размещать. Так. Ну, в принципе, в целом, листы довольно качественно выглядят. А, кстати, можно жетоны. Есть у нас жетоны. Можно жетончики размещать спокойно. В таких пляйстерах. В таких размерах. Ну, а это, кстати, под банкноты обычные. Тут спокойно разместится любая банкнота украинская. Я думаю, хорошо разместится. Так. Что еще? Ну, листы. То есть, такой бюджетный формат альбома, который недорого стоит. То есть, если сравнить, например, с альбомами, которые там больше 1000 гривен стоят. Это да, конечно. А здесь он персонализирован у нас с логотипом. Украина. Конечно, еще молодцы сделали логотип канала. Наш герб. Ну, довольно прикольно. И такая компактненькая папочка. Она немного места занимает. Там если с шлиштурмом с кем-нибудь сравнить, там они, конечно, гораздо побольше. Ну, и качество соответствует. Ну, и цена. Да. Это разные категории, я бы сказал. Так, ребят, для этой папки я докупил обычных листов для того, чтобы размещать туда вот так вот буклеты с монетами. В целом, потому что буклеты, когда открываются, закрываются, постоянно трескаются, портятся. И для хранения вот таких вот буклетов попробуем вариант размещения их вот в таких вот листах. Папка есть. Попробуем понять, сколько же таких вот буклетов, сколько же букветов реально можно запихнуть в такую папку. Итак, размер у нас отлично подходит. Довольно прикольно. Можно размещать, кстати, как по одной монете. Вот в данном случае, видите, в примере у нас одна монета размещена. Так и по две монеты. Вот смотрите. С одной стороны у нас, да, красный крест. И вот с другой. Сверху монетка и снизу монетка. В принципе, оно как раз довольно ровненько будет ложиться и в данную папочку. Раз. У нас раз, два, три. И разместил я три листа. Так, дальше. Давайте смотреть. Вот такой у меня есть буклет. Довольно прикольный. Здесь одна монетка здесь. Другая монетка здесь. Да, можно ее, кстати, будет развернуть. Кстати, мне этот буклет и эта монета очень нравится. Она безумно красивая. Посмотрите. Я обзоров, правда, еще не делал на эту юбилейку. Ну, возможно, в будущем сделаю. Тоже у нас две монетки. В данном случае одна монета в данном буклете. Так. Некоторые буклеты, кстати, можно читать вот так вертикально. Некоторые, к сожалению, буклеты только горизонтальные. Вот, например, да, у нас был Богдан Ступко буклет. И он у нас именно в формате такой вот, что только так его можно увидеть. Только так можно посмотреть, почитать характеристики монеты. Ну, тоже ничего прикольно. Давайте тоже размещать. Оп. Так, ну, уже, кстати, уже, наверное, все. Вот так вот как-то мало. Так, у меня Ивазовский тоже одна монета. Давайте. Угу. Вот одна монетка. Вот такие буклеты с росписом. К сожалению, он очень-очень длинный. Да, он не подходит под данный лист. Вот если мы его размещаем, он будет торчать. Поэтому, наверное, под конкретный данный буклет вот только так его можно размещать. Косовский роспис. Ага, вот видите, какая-то бонусная монета, скажем, попала. Тут две монетки, видите, одна снизу, другая сверху. Церковь Катерининская у нас. Угу. Так, давайте тоже размещать. Посмотрим, что тут у нас. Получается. Так. Мне кажется, все уже. Сейчас попробую закрыть. Нет, еще что-то можно запихнуть. Покороче, как-то оно, видите, немного-немного монет. Немного таких вот. Раз, получится. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть можно только семь. Но может, бывает, попробуем еще. Раз вы настаиваете, сколько же в предел можно попробовать запихнуть. Так, это у нас восемь. Это вот я показывал, да, уже два. Это у нас девять. Кстати, видите, листы немножко отличаются. Тут ведь с надписью и тут без надписи. Десять. Так, так. Так, и что еще? Ну, как скажете, еще. И последний. Так. Все. Больше у меня, собственно, нет. У меня-то монеты в буклетах еще остались, да. Но листов-то не напасешься пока. Ну, по крайней мере, вот так это выглядит. Смотрите. Вот так это выглядит. Так, если поставить, ну, довольно можно. Может стоять. Вид сверху. В принципе, я немножко, конечно, перегнул на аэропалку с количеством этих буклетов. Но я думаю, если убрать половину, да, то будет довольно симпатично смотреться. Так, чтобы мне еще одну папку такую прикупить, чтобы можно было хранить. Вот, гляньте. И довольно нормально смотрится, держится. То есть не обязательно просто монета, а можно вот так вот буклеты хранить и перелистывать себе, смотреть, какие красивые буклеты. При этом они не будут терять качество, они не будут перегибаться, они будут изнашиваться. Кстати, некоторые, видите, буклеты немножко больше. Но здесь это не так критично. Сейчас, хотя думаю, да, тут не так критично. А в других, в других, да, все-таки немножко выглядывает. Немножко выглядывает, как видите. Ну, я думаю, ничего страшного. Ничего страшного в конкретных листах. Вот такой, вот такая вот папка. Вот так вот можно хранить, собственно, в ней ваши наборы, которые уже шли вот в таких вот прикольных сувенирных упаковках. За которые, кстати, мы платим деньги, покупая монету в сувенирной упаковке, мы нормально так доплачиваем за вот этот кусочек картона. Но при этом, конечно, очень красивый. При этом очень красивый, очень, бывает, креативно сделанный, яркий. Сейчас, ну, какой у вас, кстати, любимый, любимый буклет? Напишите мне в комментариях. Потому что, вот интересно, какой буклет вы больше всего хотели бы. И вот что вам нравится, гляньте, вот просто, да. Какой театр просто, театр оперы и балета Шевченко там по себе. Я скажу, какой мой любимый. Сейчас даже и вам его покажу. Вот он у меня есть, который, кстати, по размеру не подходит. Он просто потрясающий. Это, мне кажется, идеально сделанный, подходящий и под монету, и под дизайн. Ну, это, наверное, ну, может быть, не самый, хотя, может быть, и самый любимый, да. Насколько он качественный, плотный. То есть, он хранился без каких-либо, там, спецсредств, да. И формат, гляньте, как оно, как оно принта, как оно делалось. Вот это прикольный буклет. Вот это мне нравится. Возможно, какие-то еще я, честно говоря, сейчас не помню, потому что только вот эти достал для премьера. Возможно, какие-то буклеты мне еще нравятся. Но вот этот мне прямо, прямо очень, прямо запал в душу. Пишите в комментариях, какие ваши любимые буклеты. Спасибо всем, кто заглянул. А, кстати, видите, некоторые монеты я храню отдельно. Достал с них сувенирные упаковки, да. И отдельно они у меня в альбоме хранятся красивенько, с другими монетками. В серии, в соответствующей серии, да. Флора и фауна. А какие-то нет. Какие-то вот просто лежат, как есть. Все, ставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.